А перед началом просмотра очередного видео хочу вам порекомендовать очередной канал, который называется Мистер Тойстери. Совершенно новый и свежий канал. Что же здесь вы можете найти? Трансформеров и другие серии. Если вам интересен этот контент, вы можете перейти по ссылке в описании, подписаться, смотреть и также рассказать своим друзьям. Приятного просмотра! И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео, и добро пожаловать на распаковку фигурок WWE. Да, у нас сегодня, так сказать, еще фигура с него еще имеется, и могу сказать, что это последние фигурки. Все, больше у меня нету, как говорится, и в продаже я нигде не видел, как говорится, в том магазине, где, например, вот эти две фигурки брал, их, как говорится, там уже нету, но есть, конечно, но там одинаковые, и есть кое-какой, который я хотел, наконец-то, заполучить, но мне не устраивает цена, новых пока что, правда, не привозят, не знаю, когда, даже будет очень сложно сказать, ни на каких сайтах, там, базарах и так далее, тоже ничего это не ездил, не смотрел, не видел, а если и смотрел, то не было. Поэтому, можно сказать, что да, это, как говорится, последний пока что заход с WWE фигурками, не знаю, как в будущем, но если что-то будет, обязательно куплю, я обязательно с вами поделюсь. И, конечно, да, в нашей стране и в моем городе это конкретная, так сказать, редкость, и вот, и, как говорится, если я это увижу, я сразу же, конечно же, куплю. Ну, а сегодня мы раскроем две фигурки, конечно же, по серии Elite, рассмотрим вот такие четыре фигурки, три маленькие и, конечно же, Basics еще серия Roman Reigns. Давайте, как говорится, пожалуй, мы пока что Романа вот так вот отставим в стороночку, надеюсь, он будет не против, и рассмотрим, например, вот такую маленькую фигурку, даже не помню, как серия называется, но какие-то, так сказать, маленькие человечки, именно такой примерно Undertaker имеется, да, с какой-то интересной темой, но, увы, когда-то я пропустил Зака Райдера, и это очень обидно, он стоил либо 2 или 3 евро, очень обидно, что все-таки я его не взял, и вот как-то так получилось, что он не взял, ладно, но это у нас Джек Суэгер, иначе это Джек Хейгер, который выступает в AEW. Да, он здесь помоложе, само собой, мы помним, что вот так вот выглядел, у него такие кулачища имеются, но фигурка, правда, очень прикольная, можно, как говорится, ему здесь ноги, как говорится, покрутить, где туловище, да, где талия примерно, ну и руки можно покрутить, и, как говорится, кому-то навалять, так сказать, можно, но, правда, неплохо очень даже сделано, и здесь у нас просто, как говорится, 2011 года написано, WWE сделано в Китае, но фигурка, правда, очень даже хороша, такие золотые, как бы, сапоги, все очень даже классненько. Давайте мы пока что стороночку берем, дальше мы рассмотрим вот такую фигурку, не знаю, может, вы догадались, кто это или нет, но это, естественно, Cody Rhodes, вот, даже тут написано, и, да, сейчас он примерно так же выглядит, волосы, опять же, покрасил в черный цвет, но здесь, да, фигурка очень даже простенькая, просто, так сказать, труселя, сапоги и все, и ничего здесь не имеется, 2011 год так же, но, как говорится, что, да, голова у него еще крутится, ну и, в принципе, у всех должна крутиться, но, как говорится, тоже неплохо сделан, и, как говорится, тоже он сейчас в AEW выступает, и он, так сказать, там, ну, почти что самый главный. Вот, дальше мы рассмотрим, конечно же, The People Champ, And If You Smell What The Rock Is Cooking, да, это у нас The Rock Skala, Дуэйн Джонсон, ну, он прям здесь очень мощный, если честно, тату у него здесь имеется, красиво, в принципе-то, сделано, если честно, вот здесь очень все грамотно, если честно, проработано, потом тут у него старая тату, сейчас у него другое здесь имеется, да, но у него здесь такие ручищи, как говорится, как возьмет и сделает прием, рок-батом какой-нибудь и все, но тоже, с одной стороны, очень простенький, но, с другой стороны, он, правда, обалденный, но уже 2012 года, хм, с другой серией, видимо, вот, но, как говорится, очень даже классно его иметь в коллекции, конечно, это мой второй рак, но тот у меня, естественно, отличается от этого. Теперь рассмотрим мы, конечно же, серию Basics, Roman Reigns, я уже не помню, какого года, 15-го года, или когда он был сделан, я смотрел в интернете, но очень даже классно, если честно, сделан, очень хорошо проработан, лицо, как говорится, очень даже хорошо сделано, все, как и в реальности, он, примерно, так и выглядит, конечно же, вот, прическа, конечно, у него здесь, конечно, длиннющая, то есть, тут у него волосы тут имеются, сзади тоже, ну, конкретно, здесь у него волос очень много, скажем так, дальше, ручище тоже, конечно, ну, все мощненько сделано, здесь все, кажется, простенько, мышцы только все, но тут у нас еще имеется тату, и тату у нас тоже сделано, все очень даже хорошо проработано, конечно, сейчас у него еще вот тут тату продолжилось, ему эту жилетку, конечно же, можно снять, но я не буду это делать, потому что, как говорится, очень сложно потом все это сделать, Конечно, да, можно помучиться и всё, но это снять можно, и разглядеть, конечно же, его татуи, мышцы, всё как обычно, но, как говорится, очень даже неплохо всё сделано, артикуляцию показывать не буду, потому что всё, как у серии Basic, в туловище, конечно же, у него не сгибается. Ну, а на серии Elite я, естественно, вам покажу артикуляцию на одном. Ну, а ноги что? Тоже такие, в принципе, обычные, как говорится, чёрные, как говорится, штанишки, имеются всякие кармашки и так далее, но очень даже хороша фигурка, если честно. И, конечно, да, это у меня второй Roman, но, как говорится, оба они отличаются, вот, но такой прекрасный Roman, как говорится, можно иметь в коллекции, почему бы и нет, тем более он у меня обошёлся в 3 евро, если не ошибаюсь, или в 4, я уже не помню, но даже если в 4 евро, очень даже нормально, всё хорошо. Те маленькие товарищи, если не ошибаюсь, за 50 центов или за все евро обошлись, я уже даже не помню, за сколько мне отдали. Эти фигурки, они продавались по 17 евро, конечно же, но я попросил скидочку, и мне сделали, и в итоге обошлись, вроде бы они где-то в 14 евро или в 13, где-то так. Вот, неплохо, даже если честно, но, в общем, давайте мы рассмотрим сначала Джеймса Элсворфа. То есть, вот такой у нас товарищ, как говорится, пришёл, всем там, помню, мешал, с AJ Styles, конечно же, ходил, с Дином Эмброзом, ходил, иначе, Джон Максли, вот, серия Elite, серия у нас, конечно же, 55-я, но коробка такая, правда, очень хорошая, не мятая, всё супер сделано, вот у нас сам Джеймс Элсворф, конечно же, ну и на обратной стороне у нас что имеется? Вся, так сказать, серия, 55-я, тут у нас имеется Брок Лесснер, Нивел, иначе, который пак в AEW, куда пропал, даже неизвестно, сам Джеймс Элсворф, Энзо Аморе, который, как говорится, рэп пишет и так далее, Биг Касс, который очень даже изменился и где-то вроде бы выступает, и Undertaker, который пока что отдыхает. Фигурка, если не ошибаюсь, 2017-го или 2018-го года, нет, 2017-го года, но, что ж, давайте будем открывать. Взял я ножик, конечно же, и, конечно, сейчас мы вот так вот откроем, всё очень даже хорошо, всё открыл, ну и давайте будем открывать нашу корицу. Коробочку, как бы нам аккуратненько открыть, если честно, я даже боюсь всё это порвать, потому что, ну, очень жалко такие коробки рвать, тем более, они, правда, но сами по себе очень даже хороши. Вот так вот я открыл, опачки, здесь даже нам представлено, как работает корица с фоном, да, у него ещё подставка имеется, и вот такую тему можно сделать. Блин, очень бы классно было бы, если у меня много имелось бы, так, давайте мы это всё будем вытаскивать, у него ещё, конечно же, имеется одежда. Так, вытаскиваем, опа, подставка у нас внизу, а сам фон у нас должен быть спрятан, да, ничего себе тут что имеется, стопэ, вау, вот этого я вообще не ожидал, блин. Так, фон фоном, давайте коробку потом закроем, давайте сделаем красоту вот тут-то, и сам фон у нас вот такой, James Ellsworth, который, блин, меня добавили в список, это, кстати, Криса Джерика и так далее, но, блин, да, на картонке, но здесь очень даже красиво всё сделано, вау, если честно. Потом у нас имеется вот тут основание какое-то, или что это, а, для фона 2016 год, буква W, конечно же, и самопоставка вот такая, блин, у меня первый раз что-то такое подобное имеется, вау, если честно, можно сюда поставить либо его, либо другую вообще фигурку, не важно как бы. Ну и давайте мы, как говорится, сделаем красоту, понятное дело, это нужно вот так вот нам всё вставить, вот, уже неплохо, и теперь мы, получается, здесь должны всё это защелкнуть, вставить, и, ну, наверное, вытащить можно будет, да, оно очень даже легко вставляется, вот и всё, вот, и вот такая интересная тема имеется, вот такая подставка, вау, если иметь все шесть, как говорится, рестлеров так поставить, вот туда же у нас имеется крепление, то это такая интересная тема вообще получится. Блин, вот это, конечно, приобретение, если честно. Так, давайте мы вытащим одежду, а одежда должна быть, правда, мягкая и приятная на ощупь, ну, да, всё даже очень хорошо сделано, принтик вот такой имеется, помню, на него спрос был очень хороший, на одежду, на фигурки и так далее, конечно же, да, можно всё это одеть, как говорится, здесь у нас имеются липучки, и мы, естественно, его оденем, и будет он, естественно, покрасивше у нас выглядеть. Итак, это мы сейчас сделаем, давайте вытащим нашего Джеймса Сакс, как бы нам его аккуратно вытащить, вот так, аккуратно я вытащил, это пока что убираем, ну, и что, да, он такой, как говорится, худенький, как говорится, вроде бы он как рестлер, что-то наподобие этого, не особо я даже в курсе, что он, чего, откуда, но, как говорится, скажем так, ну, не то, что легенда, но, как говорится, такой интересный чувачок. Но что, он, с одной стороны, очень даже простенький, чёрный, труселя, наколенники чёрного цвета, ну, да, у нас имеется, вот тут от тату, конечно же, очень даже неплохо, тут имеется тату, о, даже сзади у него имеется тату, не знал, ну, какие у него волосы, ну, очень даже неплохо, конечно, похоже на него, всё, как говорится, нормально, всё грамотно, вот, ну, у него красные сапоги, что очень даже неплохо. А еще даже тут у него тату имеется, ничего себе, то есть получается у него, блин, как бы нам тут рассмотреть, получается тут какие-то у него когти имеются, блин, ну тату у него имеется неплохо, немало, конечно же, ну и давайте мы, естественно, его сначала узнаем артикуляцию, то есть у нас что, голова, конечно же, крутится в 360 градусов, в принципе, как и у всех фигурок, потом здесь он в 360, может в сторону, конечно же, потом здесь, может в 360, чуть пониже, где локоть сгибается в 90 градусов, кисть у нас крутится в 360. Эта улочка у нас крутится, конечно же, в 360, ну и где живот, вот так вот, может немножко согнуть, конечно же, нога у нас поднимается слегка вперед, может вот так вот сделать шпагат почти что, слегка здесь может покрутиться в 360, очень неплохо, где колено сгибается, ну и вот эта часть после, так сказать, колен крутится в 360 градусов, ну и стопа у нас немножечко шевелится. Все, давайте будем мы его наряжать, будет он покрасивше у нас выглядеть, вот, а то, что он такой голенький, как говорится, но не очень классно, вот, а с одежды будет прям, ну вообще бомбически выглядеть, вот, как говорится, вот так он все это самое одевается, Да, одеваем мы, как это самое, куклы, как видите, одеваем куклы Барби, но здесь, так сказать, куклы для мальчиков, иначе потом я все подправлю, но уже получше выглядит вот, вот, как говорится, вот так вот надо выглядеть, а то, что ты голышом стоишь и так далее. В общем, фигурка очень даже неплоха, если честно. Теперь давайте мы, как говорится, да, еще поставим на фон и посмотрим, как это будет выглядеть, а это будет примерно вот так вот выглядеть. Блин, очень даже интересно, необычно, и уже, как говорится, коллекционно, если честно, смотрится. Так, давайте мы тогда и Романа сюда поставим, ну, а остальных потом. В общем, остался у нас еще кто, а остался Сэфрикен Роленс, как говорится, Мессия, Борнендаун, Архитект и так далее. Здесь он у нас вот с таким титулом командным, даже не помню, с кем он там был, с Дином Эмброзом или еще с кем-то, уже не помню, но это у нас по серии SummerSlam. Он, правда, здесь, ну, тоже очень шикарен, если честно, одежду можно его снять, конечно же. И в этой серии у нас кто имеет такая специальная серия Edge, конечно же, Мэтт Харди, который сейчас у нас в AEW, Сэфр Роленс и Дин Эмбрус, который, да, Джон Максли тоже в AEW, а у Эджа Травма и, возможно, в следующем году вернется. А, возможно, и нет, здесь пока что под вопросом большущим. Вот, ну и давайте мы откроем. Так, лента у нас почему-то не режется, вот теперь режется. И теперь бы нам опять все очень даже красиво как-то постараться открыть надо, потому что, ну, правда, жалко такие коробки портить. Было бы классно, если бы они в фон везде клали бы, потому что, ну, почему бы и нет. Но, как говорится, на титуле тоже спасибо, потому что такого титула у меня вообще не имеется. Да, здесь у нас ничегошеньки нету, ладненько. Давайте вот так вот подставим, вот так вот уже покрасивше у нас. Подождите-ка, а что у нас Джеймс Элсфорф как не свой, что мы его не видим, мы должны его видеть. Так, давайте мы сначала рассмотрим титул, потому что такого титула у меня, правда, нету. И, блин, вот он, наконец-то у меня в моих руках, скажем так. Так, значит, командные титулы рос, скажем так. Потом они взяли и объединили. 2014 год у нас написано. Нет, о 2011 я ошибаюсь, но очень даже хорошо, если честно, сделано. Да, бью, у нас и логотипчик имеется. Но, как говорится, блин, вау, если честно, можно вот так вот взять, закрепить, надеть, если что. И, как говорится, на плечо повесить, либо на поиск, как говорится, очень даже хорошо. Теперь давайте мы вытащим нашего архитектора. Очень легко, конечно, он вытаскивается. Конечно, с шумом, но что поделать. Ну и вот, наши архитекты, как говорится, в моих руках. Могу сказать, что это уже третий товарищ у меня, но они все, если честно, отличаются. Поэтому даже не жалко иметь трех одинаковых, так сказать, персонажей, героев, рестеров, потому что, ну, правда, отличаются. Весь он такой красненький, скажем так, нарядненький, красно-черный. Цвета у нас имеются, его логотип Сефир Раленс, конечно же. Очень все хорошо, в принципе-то, сделано. То есть, ноги такие, ну, очень даже выделяются, необычные. Такие я, в принципе-то, и не видел, чтобы так вот все было сделано. Грудная часть, конечно, я думаю, можно это снять. Да, можем снять, потому что здесь не закрепили. И, как говорится, можем рассмотреть. Потому что, ну, у Романа, в принципе-то, все так же будет. Ага, здесь у нас имеется тату, что и должно быть. У нас, конечно же, туловище будет сгибаться. О, даже может так согнуться. В итоге я за кадром снял. Вот его, так сказать, одежда. Ну, снимается, конечно, не суперлегко, но снять можно. И ничего ты не сломаешь, не порвешь, скажем так. Ну, тут у нас что? Волосы имеются и все. Но, как говорится, здесь у него мышцы, да, мышцы и все. Как говорится, все нормально. Ну, волосы, конечно, длинненькие, черного цвета. Ну, и лицо вроде бы, ну, нормально даже сделано. Зубы видны, нос виден, борода, усы и так далее. То есть все очень даже грамотно, нормально. Вот, ну, артикуляция такая же, как и у Джеймса. Но, вижу, фигурка даже очень хорошо двигается. И она, естественно, устойчивая. Вот, ну, конечно, мне еще не хватает, так сказать, Дина Эмбруса, обновленного, скажем так. И вообще был бы у нас такой, так скажем, очередной щилд. Потому что у меня имеется три товарища, вот, в виде щита. Да, ну, а здесь они у меня по-другому. Ну, и что ж, мы открыли сегодня вот такие классные фигурки. Рассмотрели маленькие фигурки, тоже неплохие, если честно. Романа рассмотрели очень даже прикольные, классные. Рассмотрели такого и распаковали Джеймса Элсворфа, который, правда, очень необычный. И в таком виде я хотел бы иметь очень много фигурок. Но, увы, к сожалению, только один. А так бы, если бы были разные, например, фигурки с фонами, с подставками, я просто взял бы, объединил бы все. Но, правда, очень даже оригинальные, классные и коллекционные, как я уже говорил, выглядят. Ну, а Сэв Раунс просто прекрасный, как говорится, как и всегда. Скажем так, его титул тоже очень даже хороший, красивый. И у меня, естественно, такого нету. Ну, что в целом можно сказать. Вот такая вышла у нас распаковка с такими классными фигурками. Правда, вау, если честно. И теперь надо дождаться, когда появятся новые фигурки, дождаться, когда я их смогу купить. И, естественно, вам показать. Но, как говорится, это вопрос времени, потому что даже очень сложно сказать, когда будет следующий завоз. Потому что мне все говорят, как говорится, даже не знаем, не знаем, не знаем. То есть, вот как-то так. Все. Я надеюсь, вам видео понравилось. Не забудьте подписаться на канал. Не забудьте рассказать друзьям. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить вежее видео. Ну, и нажмите на лайк, чтобы поддержать меня, потому что, правда, я сильно стараюсь. Все. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.